Ну и кино. В 2018 году Дворец культуры города Кохма вошел в программу Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и получил субсидию 5 миллионов рублей на модернизацию кинозала. Федеральная программа переоборудования кинозалов впервые за 30 лет стала работать с 2015 года. Регион с 2016 года стал принимать активное участие в заявочной кампании конкурсном отборе и с 2016 по 2018 года открыты 11 кинозалов в 8 муниципальных образованиях. Событие это для всего городского округа долгожданное, ведь кинотеатров в Кохме не было с 90-х годов прошлого века. Жителям приходилось ездить в областной центр. Больше не придется. Новый кинозал расположился на втором этаже Дома культуры. Косметический ремонт сделан на средства муниципального бюджета. Федеральная субсидия пошла на установку новых зрительских кресел и современного кинооборудования. По качеству звука и картинки Кохмский кинозал, который, кстати, народным голосованием решено было назвать 2К, не уступает крупным кинотеатрам. Кроме обычного формата есть возможность показа фильмов в формате 3D. Та организация, которая выиграла аукцион, они 20 лет уже на рынке по кинопрокату. И кинооборудование, то есть они поставляли нам и нашим друзьям циклитетам, поэтому я думаю, она очень качественная, очень надежная. То есть установили быстро, короткие сроки. Обучение проводили, то есть по удаленному доступу по программе до сегодняшнего дня. Это и на кассах, это и на кинопроекторе. Особенно порадуют зрителей цены билетов. Ожидается, что они будут ниже, чем, скажем, в Ивановских кинотеатрах. Репертуарная политика нового кинозала ориентирована в первую очередь на российский кинематограф. Но будут показы и зарубежных блокбастеров. Организаторы обещают, найдется фильм для киноманов любого возраста. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.